Я уже почти готова, ребятки, скажу честно, давно я так на реставорах не волновалась. Кто сегодня молодец? Это мы, это мы, мы сняли очень крутой выпуск. Это и есть спорт. Это несложно. Вот тебе скакалка, прыгай. Просто потому, что было нечего ронять, иначе бы я все уронила. Я не слежу за соревнованием, потому что мне скучно. Да, тогда было очень сложно. Выигрывает та, которая выдержит. Творчество не терпит ограничений. А красота? Она ничего не стоит. Она проиграет, ты понимаешь? Она проиграет. Вот что представляет собой наш спорт. Всем привет. Скажу честно, я очень волнуюсь, потому что у нас в гостях легендарная личность мирового значения, Мир художественной гимнастики. Тренер эпоха, наверное, один из китов современной художественной гимнастики, который создавал гимнастику 21 века и эту настоящую конкуренцию. И люди из мира гимнастики, наверное, сейчас будут в шоке, кто у нас в гостях. Это Нешка Робева. Нешка, здравствуйте. Здравствуйте. Наш зритель достаточно молодой и знает, что обычно сборная России в последнее время выигрывает, точнее, такой период сборной России, когда на Олимпиаду приезжают все-таки такими лидерами. Но не всегда так было. Когда-то был период, такой золотой период болгарской школы художественной гимнастики. И даже есть, наверное, такое понятие, как болгарская школа гимнастики. И если я буду права, и не побоюсь этого слова, то вы основатель этой школы, этого значения болгарская гимнастика. Помогите нашему зрителю, как первое, что приходит вам на ум, или как понять, что это болгарская школа гимнастики, что это? Спасибо за приглашение. Для меня большая честь быть здесь. Я перестала быть тренером в 2000 году. Получается, до конца 20 века. Болгарская школа художественной гимнастики создавалась в течение многих лет на основе советской школы. Моим первым тренером была Галина Золотарева, вместе с Жульетой Шишмановой, которые заложили основы болгарской художественной гимнастики. То есть на основе советской школы она начала создавать болгарскую. Так что я только продолжила. И то, что мне нравилось в спорте, это были приятельства, дружба, которая у нас складывалась. Мы обменивались опытом и соревновались. И бесспорно нашими соперницами были советские гимнастки. Мы выигрывали, затем они выигрывали. Это и есть спорт. В данный момент бесспорно русская школа занимает лидирующие позиции. Но хорошо знать, что на каждой вершине уже есть выступ. То есть каждый хочет сбить того, кто наверху. И это неизбежно произойдет. Это и есть спорт. Ирина Александровна, Вина Русманова в своем интервью о вас говорила, что она очень многому у вас училась. Что есть такой предмет болгарский, такое значение, что очень здорово было объединить русскую школу гимнастику, где превалирует тело, и болгарскую школу гимнастики, где идет предмет. И также она говорила, что когда вы уже завершили тренерскую карьеру, что она до сих пор отстаивает принципы, которые вы вместе создавали, вот эту современную гимнастику. О каких принципах идет речь? Что отстаивает сейчас Ирина Александровна, когда вас нет на тренерской поприще, скажем так? Предмет – это только одна из составляющих художественной гимнастики. Наши девочки работали очень хорошо с предметами. Но мы, то есть я, работала над тем, чтобы мы были наравне с советскими и российскими гимнастками по элементам тела. Так что есть работа с предметом, есть и владение телом. Но есть еще несколько вещей, которые делают для меня гимнастику интересной, а уровень гимнасток высоким. Предмет и тело – только две составляющих большой гимнастики. Я не думаю, что это самое главное. На первое место я ставлю выбор музыки и ее интерпретацию, и способность гимнастке слиться с музыкой и предметом. Я всегда хотела, чтобы предмет, чтобы работа с предметом не была самоцелью. Предмет должен быть частью гимнастки и помогать ей выражать музыку. И все это должно быть уникальным. Тогда не могу не задать вопрос. После завершения, скажем, после 2000 года, есть ли кто-то из мировой художественной гимнастики, из любой из сборных, кому это удалось и кто вот сделал так, как вам нравится? Бесспорно. Не потому, что вы из России, но русская школа сохранилась и развелась. Но думаю, что в своем стремлении искать все время что-то новое и новое, Ирина пересекла определенную черту, что привело к большому обезличиванию. То есть оценка различных элементов и их суммирование, и особенно после того, как ввели неограниченную оценку за трудность, все это привело к такой работе с предметами, которая в 99% не имеет ничего общего с художественным. Гимнастки начали выбирать элементы, за которые дают высшую оценку. И все так делают. И даже самые маленькие, даже самые маленькие выполняют высоко оцениваемый элемент. Я знаю, о чем думала Ирина, что хотела Ирина. У нее очень хорошо подготовленные гимнастки. Она делает упор как на музыку, так и на артистизм. Но оказывается, что это не ценится. И за 4 года началось нагромождение элементов. Ну хорошо, их сложность оценивается. Но за отсутствие композиции их никто не наказывает. За отсутствие связи между музыкой и исполнением. А когда речь идет об идее в композиции, лично меня это смешит. Однажды я спросила гимнастку, маленькую, у которой была очень сильная музыка, драматическая музыка, которую она не может воспринять и исполнить. И я спросила, какова идея? И она сказала, это Вторая мировая война. Это фашизм, это холокост. И я стою вот так, смотрю на нее и говорю, серьезно? Потому что я много знаю о Второй мировой войне, а ты ничего не знаешь. И не можешь убедить меня, что подбрасывая эти предметы, ты изображаешь мировую трагедию. Но, может быть, я уже слишком стара. А судьи молодые. И, наверное, они схватывают некие идеи, которые очень глубоко заложены, и никто иной не может их воспринять. То есть те принципы, о которых говорила Ирина Александровна в интервью о вас, это то, что она называет спектаклем. То, что она просит от гимнасток, что должно быть не только техника, но и создание образа и спектакля на ковре. Но вышла с точностью да наоборот. Я уверена, что она этого не ожидала. Но когда сняли ограничения на оценку, я разговаривала с господином Ватанабе и сказала ему, ошибка, ошибка, ошибка. Ты не знаешь тренеров? Правильно я понимаю, что Марина Ри Ватанабе, президент Фижа, это ваш ученик? Можно сказать, он так говорит. И он признает, что совершил ошибку? Или он прислушивается к вам как к педагогу? Когда приняли это правило, которое снимает ограничения в оценке, его идея заключалась в том, чтобы лучшие получали самые высокие оценки. Он думал, что красота спорта сохранится. Но он просто не знает склад ума тренера. Они смотрят на правила, видят, за какие элементы дают наивысший балл. И нагромождают, нагромождают, нагромождают. И так этот большой регламент, может быть 200 страниц, ограничивается максимум 10. Все, абсолютно все, из России, Болгарии, Испании, Египта, берут элементы, за которые дают много очков. А работа с предметом становится элементарной. Хотя говорят, что это сложно. Это несложно. То есть идея была, конечно, немного другая. И у нас говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями. В России тоже так говорят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Если говорить о гимнастике, как о спектакле, когда я начала изучать вашу биографию, я понимаю, откуда у вас столько знаний и силы это воплощать. Потому что, правильно я понимаю, у вас очень интересная биография. Вы закончили балетную школу. И только потом попали в художественную гимнастику. То есть это было очень поздно. Балетную школу я закончила с... Извиняюсь. Да, отлично. Мне кажется, так и надо. Я закончила балетную школу по профилю народный танец. Помимо болгарских народных танцев, мы изучали венгерские, русские, греческие, румынские, характерные, исторические, классический балет и готовили нас быть хореографами. И потом вы попадаете в гимнастику. Нет, я не попадаю. О, Боже! Я не попала в художественную гимнастику. Я просто хотела продолжить свое высшее образование. И так как не было направления хореография, я выбрала художественную гимнастику, потому что раньше занималась спортивной гимнастикой и балетом, танцами. На тот период вам было 20 лет? Да, верно. Мне было 20 лет и все было очень интересно. Мне было очень интересно. Но самое странное, что Джульетта Шишманова приняла меня. Она сказала, а, хорошо, хорошо, народные танцы, балерина, хорошо. Вот тебе скакалка, прыгай. И я начала прыгать. После того, как я прыгала в течение трех месяцев, девушки меня обучали, она сказала мне, так не прыгай. Было очень интересно, потому что она сказала, буду тебя готовить. Будешь танцевать рычаницу, это болгарский народный танец, но со скакалкой. Тогда я сказала, нет, это невозможно, темп музыки неровный. И тогда она сказала, хорошо, тогда казачок. Хорошо, мы выбрали калинку, яблочко. И она сказала, будешь танцевать в присядку со скакалкой. Я сказала, нет, нет, это мужское движение. Она сказала, в танце, может, оно и мужское, здесь ты его будешь выполнять. Скакалка стала моей коронной дисциплиной. Затем то, что я танцевала, и не просто носила предмет, а не пристанно двигала его, это дало мне толчок, и я вошла в сборную. Спустя полгода тренировок я приняла участие в чемпионате мира. Взяла бронзовую медаль в упражнении без предмета. Просто потому, что было нечего ронять. Иначе бы я все уронила. Но вы принимали участие в трех мировых первенствах. А, в четырех. И у вас были, если не ошибаюсь, золото не выиграли, но серебро и бронза были? Да. Четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Самое большое мое достижение – это титул вице-чемпионка мира в многоборье. В тот момент, когда вы стали серебряным призером, вы уже понимали, что вы будете тренером. Были ли амбиции на золото? В этом виде спорта, каким он тогда был, если сразу не признают, что ты можешь выиграть золотую медаль, тебя просто вычеркивают. Так что мне нравилось выступать. Мне нравилось открывать для себя новые вещи с предметом. Я любила публику. И она меня тоже любила. Поэтому я осталась и выступала долгое время. Хотя действительно, в этом спорте есть очень много несправедливости. Но все зависит от того, что ты любишь и что ты ставишь на первое место. У вас была достаточно, точнее, очень яркая, но достаточно короткая жизнь, как гимнастки в мире гимнастики. Семь лет. Семь лет. И получается, по завершению университета вам предлагают стать главным тренером сборной Болгарии. И вам 27 лет? Не по окончании университета. Я еще не окончила его, а сразу после моего последнего соревнования. То есть в 27 лет вы возглавляете сборную Болгарии. Одну из лидирующих сборной. Хочу сказать, что меня не назначили. Я завоевала это право своими упражнениями, гимнастками, которых я готовила, и группой, которую тоже подготовила. Сразу после прекращения моей спортивной карьеры мне предложили занять место Джульетты Шишмановой. Я отказала, потому что тогда в спорте была мораль. А потом, когда стала выигрывать соревнования, когда мои гимнастки становились первыми, тогда я возглавила сборную страны. Я всегда работала в клубе. Я брала на централизованную подготовку самых талантливых детей со всей Болгарии и их тренеров. Для меня всегда было без разницы, какой ребенок, из какого клуба. Вы уже немножко начали. Какие реформы вы вели, потому что вас называют реформатором, даже революционером в болгарской гимнастике. То есть... Я не вижу ничего революционного. Ну, реформатор. Вот как раз то, что вы начали объединять сильнейших деток и их тренировать, то есть самых талантливых. Да, потому что Болгария очень маленькое государство. У нас меньше людей, чем в Москве. И поэтому я решила, что нужно подобрать лучших тренеров и лучших спортсменов. И чтобы у всех было право одинаковой подготовки. То, что я ввела, это был очень строгий регламент. Только соревнования может дать ребенку право стать членом сборной страны, участвовать в соревнованиях. То есть вы до этого сказали, что тогда была мораль в спорте. Вы старались эту мораль... Меня так воспитали. Вопрос, наверное, такой тренерский. Вы собирали, говорите, самых лучших, ну, самых талантливых детей, чтобы они вместе тренировались. Какой для... Кто этот ребенок, вот, талантливый для вас? Это довольно особая штука. Когда мы выбирали сборную, я приглашала всех тренеров, всех клубов. Тогда они назывались обществами. И судей. И все они давали свои оценки. Мы выбирали, так сказать, основной состав и расширенный состав. И затем начинались контрольные соревнования. Тогда становилось понятно, есть ли у ребенка талант, подкрепленный стойкостью, а также и психика. Я знаю, что спортсменам не нравятся контрольные соревнования. Я тоже соревновалась. Но также знаю, что тот, кто выдержит эту внутреннюю конкуренцию, выдержит во время большого соревнования. И у нас так было. Опять тренерская, наверное. В каком возрасте вы понимали, что за эту девочку стоит браться, вот, там, 10 лет? Там, в Центре олимпийской подготовки в Москве в среднем приглашают в 11-12 лет. Такой предюниор, когда понимаешь, что вот, есть тело, есть талант. 10-11-летних брали в юниорочки. Затем шли 12-13-летние, 14-летние. Все зависело от ребенка. Но было много ошибок лично моих, потому что были спортсменки, в которых я была уверена на 100%, что они станут чемпионами. Но они не выдерживали, отказывались. И в какой-то момент начинаешь спрашивать себя. Столько работы, столько надежд и, в конце концов, ничего. Но это не совсем так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как мы очень хотим, чтобы наш зритель узнал о вас больше информации и нам самим. Потому что очень мало информации на русском о таком тренере, как вы. Когда начались первые ваши победы на мировом уровне? И помните ли вы себя как тренера? Потому что как гимнастка вы на мировом уровне выступали. И когда вот первый раз пришли на мировую арену в роли тренера, какие были ощущения и как это происходило? Для меня первый успех в качестве тренера был тогда, когда в Чехословакии, думаю, это было 8 марта, на традиционном турнире Ильяна Раева заняла 6 место. И тогда я очень радовалась, потому что у нас до этого были очень плохие результаты. Я помню, как на границе, когда мы вышли из самолета, пограничник спросил, «Почему вы так радуетесь этому шестому месту? Вы были когда-то чемпионами». Я ему ответила, «Потому что вы не знаете, что значит проиграть и потом вновь пробить». Наш последний успех был в 1973 году. Да, были еще Красимира Филиппова и Мария Гигова. Мы втроем отказались. В 1975 году мы бойкотировали. В 1977 году Ильяна заняла это 6 место. Конечно, это было очень трудно. Не пускают в гимнастику. И если ты раз проиграл, больше не пускают. Я вспоминаю слова моей коллеги из Польши, которая говорила, «Нежка, вы выиграете, Алиева справедлива, потому что многие судьи были против нас». В 1979 году впервые в качестве тренера сборной мы выиграли золотую медаль. Ильяна Раева с булавами, потому что Ирина Дерюгина упала, села. И тогда она получила справедливую оценку. Кристина Гюрова тоже выиграла со скакалкой золотую медаль. Но она заняла место Анелии Роленковой в сборной. Я была против этого. И после Лондона в 1979 году ЦК партии меня уволили. Мои коллеги и тогдашний министр спорта, не так называлось тогда, защитили меня. Мне дали год испытательного срока, чтобы показать, что я могу быть неконфликтным человеком и тренером. И в 1980 году на чемпионате Европы мы завоевали все медали. Ильяна Раева, Лилия Игнатова и третьей была, кажется, Валентина Ганева. Забыла, кто была третьей. Да, это был первый большой успех. Вы сейчас сказали, что смешная неконфликтная личность. Вас также в интервью часто называют «железной леди» в Болгарии. Возможно ли не быть «железной леди», управляя женским коллективом сборной Болгарии? Я не считаю себя «железной леди». Я всегда общалась с моими коллегами. Я всегда считалась с их мнением. Но вот соревнования... Одной коллеге нравится одна гимнастка, и она работает с ней. Другая с другой. Я работаю со всеми. И с той, которая получает лучшие результаты на соревнованиях, в которые я не вмешиваюсь. Я не вмешиваюсь в контрольные соревнования. Все показывают спортсменки. И так должно быть. Именно вынесли ответственность за медали сборной Болгарии. Ну да, не только я. Так было со всеми старшими тренерами. И в других видах спорта. Первый раз художественную гимнастику вносят в Олимпийские игры в 1984 году. И в 1984 году происходит бойкот. Социалистические республики не едут на Олимпийские игры. И Болгария в том числе. При этом Болгарская школа гимнастики находится в топе лидеры. Если бы вы поехали на Олимпийские игры 1984-го, скорее всего, было бы золото? Думаю, что да. Потому что на параллельных играх, которые прошли, мы выиграли. Нашими самыми большими конкурентами были советские гимнастки. Мы их победили. Я не могу представить, какие ощущения, как тренер, который готовит на Олимпийские игры, и понимая, как... Было сложно? Было очень трудно, потому что первая группа, которую я подготовила, и о которой все думали, что выиграет золотую медаль, в 1975 году должна была быть в Мадриде. А мы, социалистические страны, бойкотировали, и поэтому эту группу никто не увидел, потому что потом все поменялось. Как и в индивидуальном. Это был самый сильный период для болгарской гимнастики. Мы опять бойкотировали, и я опять была тренером. У вас непростой тренерский путь, как после каждого такого, наверное, события надо найти силы, чтобы вновь... Нет, просто не задумываешься. Продолжаешь дальше. Продолжаешь дальше. Потому что соревнования приходят и проходят. И ты готовишь этих детей, которые верят, что могут показать себя к следующему соревнованию. И Олимпийские игры 1988 года, и Болгария завоевывает серебро. Да, тогда было очень сложно. Была сложная ситуация. Мы почти 10 лет были лучшими. Все ожидали золотую медаль. Янка Панова была фавориткой. В Болгарии тогда началась перестройка. И у меня была определенная политическая позиция. И довольно много неприятностей. Все это нарушило ритм подготовки. Тем более я человек, который не умеет общаться. Я не такой человек, который думает о себе, что он нечто особенное. В то же время мне не нравятся эти объятия, поцелуи и затем соглашения в гостиничных номерах. И все это вместе. В том же 1988 году на серебряную медаль смотрели как на большой провал. В 1988 году ваша гимнастка завоевывает серебро на Олимпийских играх. И на тот момент в Болгарии назвали это провалом. Но это единственная медаль в индивидуальной программе до сих пор на Олимпийских играх. И конечно бы я желаю в сборной Болгарии добиться такого провала. Еще раз серебро. Потому что сейчас был у нас чемпионат Европы. И Барьяна завоевала серебро на Европе перед Олимпийскими играми. И это был конечно фурор на первом, ну точнее на чемпионате Европы. Как вы думаете, есть надежды? Есть планы у болгарской сборной? Будут ли медали в индивидуальном первенстве на Олимпийских играх у сборной Болгарии? Может быть не на этой Олимпиаде, но вот. Я никогда не любила делать предсказания. Я не Ванга. Олимпиада особое соревнование. И не всегда лучшие выигрывают. Однозначно, наоборот. Потому что, опять скажу, лучшие нагружены психически больше всех. Я думаю, что Барьяна конкурентоспособна. Так как силы довольно равны, так как оценивают только трудность, выигрывает та, которая выдержит. Групповые находятся в таком же положении. Есть много причин, и они разные. Групповые упражнения мы сейчас к ним под... Потому что медали дали, у групповых упражнений были. А вот именно индивидуальная программа. И такой вопрос, надеюсь, смогу его точно задать. Как вы думаете, мы уже немножко забегаем вперед, почему групповые болгарские конкурентоспособны, в 20-м веке, в 90-е годы, 2000-е, Рио медаль, а личницы не такие конкурентоспособны на мировом уровне. Связано ли это с тем, что групповые — это все-таки талант тренера, а личная гимнастка — это еще должен быть талант у ребенка. И, возможно, в Болгарии достаточно мало детей, чтобы и фактура, и лицо, и трудолюбие, чтобы все сработало. Вот почему групповое конкурентоспособно со сборной России, а вот личница вот сейчас только... Есть много причин, и они разные. Во-первых, России очень повезло с руководством Федерации. Стратегическое мышление очень важно, стратегия важна. Если бы была хорошая стратегия, если бы были руководители умнее, Болгария очень давно составила бы конкуренцию России, как в индивидуальном, так и в групповом упражнениях. Но постепенно, по прошествии 20 лет, руководство становится умнее. И гимнастика с этими правилами стала такой, что каждый, кто наберет достаточно в трудности, если не ошибется в выступлении, может выиграть. В индивидуальном многоборье могут бороться где-то 6-8 девушек. В групповом упражнении 4-5 команд. Вы говорите, что вы не следите за гимнастикой сейчас очень, но при этом цифры назвали очень точно, потому что мы вчера сидели и думали, кто попадет в финал на Олимпийских игр, потому что всего 10 мест. Мы понимаем, там Россия, Болгария, Белоруссия, Израиль. И кто еще, которые имена, которые как раз будут конкурировать за пьедестал. Может, Италия, если будут выступать. Вот. И вы говорите, не следите, но все очень точно назвали. Я не слежу за соревнованием, потому что мне скучно, но затем смотрю лучшее. После чемпионата мира в Софии я сделала анализ и увидела, что Россия выигрывает у Болгарии исполнением. Исполнением, а не трудностью. Трудность почти одинакова у первой шестерки. И вот здесь уже все зависит от исполнения. А исполнение нельзя протестовать. Так и Аверина с узлом, которая должна была получить почти ноль, получила очень высокий балл. Но это не только про них. Тот, у кого свои люди в жюри, оценивающем исполнение, тот выигрывает. Там артистизм, там мельчайший шаг, там самое маленькое отклонение. В судейской бригаде, если есть судьи исполнения своей стороны, то как раз они и решают сейчас оценку. В России говорят, что сейчас такая гимнастика, что все делают примерно одно и то же. Важно, как ты сделаешь, ну и, конечно, как тебя отсудят. То есть как? Второе, я думаю. Это самое важное. К сожалению, ничто не переменилось. Да, извиняюсь. Эта система правил никаким образом не повлияла на гимнастику, только сделала ее безинтересной. Но в отношении судейства здесь речь идет о морали, а не о компетентности. Я гарантирую абсолютно, что бригада, оценивающая трудность, не может посчитать трудность в групповом упражнении. Категорически не может. И что здесь уже происходит? Заранее дают судье описание упражнения. Почему? Оно видно. Вполне нормально увидеть его. Даже лучший специалист. При всем этом нагромождении, и так как формируется оценка в групповом упражнении, человеческое сознание не может учесть. Не может. Да, недавно наша команда сборная России на Кубке вызова в Москве получила оценку больше 50 баллов. И это, конечно, выходит за рамки человеческого мышления, потому что совсем недавно гимнастки получали 30, потом резко 37, 45, и уже... Ничего от этого. Ничего. Посмотрим, как судьба расположит места на Олимпийских играх. Да, мне придется процитировать Кубертена. Да, сейчас не время Кубертена. Сейчас пришло время, когда спорт превратился в бизнес. Какая разница, что кто-то возьмет золотую медаль, а кто-то другую? Каковы ощущения? Какие воспоминания оставит это соревнование? Я думаю, что утеряно истинное предназначение спорта. Суть нашего спорта потеряна. Творчество не терпит ограничений. А сейчас что происходит? Тренер берет правила и начинает. А, это 0,7. Это 1,5. А красота? Она ничего не стоит? Красота ничего не стоит. Да. Красота ничего не стоит. Вы сказали, что эти правила были созданы, чтобы убрать определенную субъективность в гимнастике, но, к сожалению, не получилось, и убралась красота. Есть ли у вас мысли, что нужно сделать с правилами, чтобы вернуть красоту и спектакль на ковер? Думаю, что правила нужно упростить. Нужно дать больше возможностей для творчества. Если хотят, пускай сделают короткую программу в рамках квалификации, где будут крутить 10 пируэтов и прыгать по 10 прыжков. Как хотят. Только упражнения. Но должна быть программа, в которой можно будет показать творчество, уникальность, индивидуальность. В этом виде спорта невозможно добиться объективности, потому что коррупция уже, да, можно сказать, коррупция, современное слово, имеет очень глубокие корни. Я считаю, что правила нужно упростить. Они должны быть понятны публике, людям. Люди не могут понять, почему такие оценки. Еще эти правила должны быть проверены и разработаны специалистами. Например, почему за планше дают такую высокую оценку? Даже восьмилетние выполняют его. Такие замечательные пируэты, как арабес, атитюд, которые являются классическими и действительно сложны, получают смехотворно низкие оценки. Это только потому, что люди, изготавливающие правила, никогда не практиковали. Может быть, вы своему ученику в Атанабе-Нари сможете порекомендовать? Я нахожусь уже вне спорта. Я знаю, что, что бы я ни сказала, не будет иметь значения. Только Ирина Винер, потому что для меня она очень умная женщина, может осознать ошибку и изменить ситуацию. Почему Ирина Винер? Потому что они чемпионы. Чемпион может требовать изменений. А также, извините, что скажу, это костюмы, которые больше напоминают, скажем, о старинном балетном декоре. Они ничего не вносят. Они даже не зрелищны. Они только отвлекают внимание. Посмотрите в современном танце, как снимают одежду и позволяют увидеть красоту тела. Если ты не можешь ощутить танец и реакцию тела, зачем тогда все это делается? Эти костюмы с таким количеством камней, с таким количеством финтифлюшек, в первую очередь говорят о некой беспомощности. Я бы хотела увидеть двух гимнасток в простом купальнике. И тогда смогу почувствовать танец, чтобы достичь этого дуэнде, о котором говорит Гарсия Лорко. В противном случае все это просто удорожает спорт. У меня такое ощущение, что тренеры, родители, руководители начинают демонстрировать свое благополучие и теряют суть. Ирина спокойно может отказаться от всего этого блеска, и тогда ваши гимнастки засияют еще большей силой, потому что они действительно хорошо подготовлены. А есть ли гимнастки из мирового, даже не сейчас, которые выступали, с которой вы бы хотели как тренер поработать, может быть, что-то улучшить? Вообще из мирового, из мировой истории, вот вы как закончили гимнастику, может быть, кто-то был на ковре, кто вам нравился как гимнастка, и вы бы говорили, вот я бы с ней интересная девочка, либо, может быть, показательный номер составить. Когда мне помогли прекратить заниматься гимнастикой, с тех пор уже 16 лет, я занимаюсь танцами, спектаклями и не следила за художественной гимнастикой. Я вернулась несколько лет тому назад. Какое-то время я готовила Невяну и Катрин, и они сделали нужный шаг вперед. Тогда я стала смотреть, что делает Россию лучше Болгарии. Тренер всегда должен это делать. Тогда я увидела такую гимнастку, как Солдатова. Она произвела на меня впечатление тем, как она владела мечом, и как танцевала с ним, и как красиво она это делала. Когда Аверины стали известны, тоже внимательно следила за ними. Да, они очень хорошо работали с предметами, и через несколько лет они начали танцевать и работать, и с телом стали видны и постановки. Но при этой гимнастике, чтобы была видна постановка, нужно работать круглосуточно, так как у вас нигде не работают. Вы не раз в течение разговора говорили о стратегии, причем о стратегии руководства. Мы руководство не обсуждаем, но, например, какой совет вы могли бы дать тренерам, а какой стратегии надо придерживаться? У вас такой опыт, мы еще вернемся к вашей биографии тренерской. Какой совет тренеру вы можете дать о стратегии в гимнастике? Стратегия – это сложная штука. Ты должен видеть то, что перед тобой, и предусмотреть, как оно будет развиваться. Ты должен построить такую тактику, которая приведет тебя к опережающей стратегии. Если, скажем, твой соперник сейчас сделал пять пируэтов, и ты видишь, что это то, чем он владеет, ты должен стремиться сделать это лучше, чем он. Но ты должен делать и другие вещи, которые он все еще не догадался сделать, и это даст тебе преимущество. С этим постоянным изменением правил очень сложно выработать стратегию. И это при том, что сегодня молодые люди не хотят так работать. Единицы хотят работать, потому они и чемпионы, а остальные не хотят, чтобы им было трудно. Когда я делаю упражнения, часто спрашивают меня, а почему я должна это делать? Это мне ничего не дает. Я отвечаю, тебе, может, и не дает, но эта красота воздействует на зрителей и судей. Да, но в конце за красоту ничего не дает. Но мы надеемся, что после Олимпийских игр, хотя мы уже знаем немножко о новых правилах, но надеемся, что красота будет постепенно возвращаться. И этот выпуск, кстати, выйдет после Олимпийских игр, и нам очень интересно, кто попадет в финал, и как расположатся победители в личной программе и в групповых, кто окажется на пьедестале. Все-таки часто наши гости говорят, что Олимпийские игры – это особые соревнования, которые не поддаются классическим законам. И возвращаясь к вашей биографии, в 88-м году серебро, и это, как вам сказали, проигрыш. Но дальше у вас идет просто звездная ваша гимнастка Мария Петрова. Одна из любимых гимнасток Анны Вячеславовны Шамиловой, которая нам про нее как раз очень много рассказала. Но все, что мы нашли в интернете, пятое место на Олимпийских игр два раза. 92-й и 96-й. Что, как, почему? Потому что во время первых Олимпийских игр она была очень молода, сделала ошибки. А во время последних ей просто внушили, что она может взять медаль и что возьмет медаль, потому что в том же году она была чемпионкой мира, даже не работая слишком много. Она вернулась к своему первому тренеру в Пловде, в которой работает вот с такими. И когда я видела, что происходит, я говорила, она проиграет, ты понимаешь, она проиграет. В ответ, о, нет, нет, она соберется, о, нет, нет, она может. И только когда она выступила с третьим уже предметом во время Олимпиады, Мария спросила меня, а что, у меня разве нет всех трудностей? Почему мне дают такие баллы? Я сказала, они у тебя все есть, но ты их не выполняешь. И у нее было лишних 10 килограммов. Мне очень грустно за Марию, потому что она действительно была исключительной. Но думаю, что по второй Олимпиаде она уже устала. Несмотря на это, она заслуживала более высокую позицию. Но когда чемпион позволяет себя отступить, судьи помогают ему, чтобы это отступление было еще больше. Вы когда говорили о своей биографии гимнастки, говорили, что гимнастика – очень несправедливый вид спорта. Я вот сейчас тоже разделяю. Но при этом, что вам помогало? Иногда же было, наверное, очень обидно. Думаю, что мы говорили уже об этом. Я не люблю само соревнование, хотя мне пришлось участвовать. Но я люблю сцену, я люблю публику. Опять скажу, публика просто… Когда я выступала с ошибками, без ошибок, публика меня поддерживала. Я ее тоже любила, и она понимала это, ощущала. И теперь, когда люди встречают меня, они говорят, я помню золотую медаль за упражнение на скакалке, потому что это была моя коронная дисциплина. И я говорю, нет-нет, у меня не было золотой медали. А они говорят, нет-нет, у вас она была, была. Так что да, спорт несправедлив. Я лично слышала договоренности, причем перед чемпионатом мира, в котором я участвовала. И они договаривались о другом спортсмене. Но ты сам принимаешь решение. Я решила продолжить. Медали не имели значения, я их все равно уже забыла. Вы сказали фразу, что вы не любили соревнования. Да. Но при этом были старшим тренером сборной Болгарии, которая выигрывала эти соревнования. То есть, когда вы ушли из гимнастики, и вы сейчас руководитель ансамбля, я знаю, что вы не любите, когда это называют шоу. Спектакль. Но я уже не руководитель. А, вы сейчас... Отказалась. Теперь я руководитель одной банды щенят. Как правильно посчитать? Нешанал арт, нет? Нешанал арт. Нешанал арт. Вы, получается, нашли то, что... Спектакль, это же зритель всегда принимает, и ты работаешь, и тебя не оценивают. То есть... Для меня аудитория лучший оценщик. У нас много призов. Мы получили главный приз, золотого витязя. В России вы приезжали со своими спектаклями. Да, и тогда Ирина Винер привела всю сборную России, подняла их на сцену, и они преподнесли нам цветы. И действительно, видна эта дружба и это уважение. Вы говорили также, что стратегии, и вы всегда смотрели, что делают ваши конкуренты. И в 90-м году, в 92-м, в 96-м как раз четвертое место займет Амина Зарипова. Второе место Яна Батыршина. Это первые такие яркие звезды олимпийские Ирины Александровны. Амина Зарипова. Четвертая на Олимпийских играх. Амина Зарипова? Она участвовала? Она участвовала? Да, уже прошло много времени. Я про то, что вы сами сказали, что вы следили за своими конкурентами, смотрели, что они делают, и анализировали их работу, чтобы становиться лучше. Знаете, это был тот период, когда в Болгарии все переворачивалось. Так же, как и в России. Но мы, болгары, изначально недисциплинированная нация, но талантливая. И в этот период было очень сложно. Очень сложно сохранить школу, сохранить дисциплину, без которой в спорте нельзя. И тогда отовсюду появились доброжелатели и стали давать советы спортсменам. И какую бы стратегию ты ни построил, мы работаем с живыми людьми, на которых сказывается время. Так что, как я и сказала, очень сложно строить стратегию. Я очень много раз ошибалась в своих стратегиях в связи с определенным спортсменом. В 89-м году сборная Болгарии была разбита из-за моих политических выступлений. Мы начали заново создавать ее. В 99-м году уничтожили ее полностью. За 6 месяцев до чемпионата мира в Осаке мне было сказано, что договорились не допустить Болгарию и Украину к Олимпийским играм в групповом многоборье. Я спросила, как это возможно. Этого не может быть. Как так мы не попадем в первую восьмерку? Но оказалось, что это возможно. В групповом многоборье Болгарии присудили 9-е место. То, что было сделано в Осаке, для меня было издевательством. И тогда Ирина Винер взяла возражение, которое мы написали. Прошлась по всем сборным всех государств, и все подписались, что Болгария должна получить право на участие в Олимпийских играх. А почему присудили нам 9-е место? Все поздравляли меня с тем, что мы чемпионы. Вы будете чемпионами. Хорошо, но мы заняли 9-е место. Вот что представляет собой наш спорт. И как раз в 99-м вы завершаете. Вам помогают завершить, или это было ваше личное решение? Нет, нет, меня просто отстранили. Я подала в отставку, но я попросила работать в клубе и участвовать в соревнованиях. Без государственной дотации, без помощи. Не позволили. И эта сборная команда, которая была совершенно готова, как для группового многоборья, так и для индивидуального, была уничтожена моими девочками. Честно, мне не очень понятно, а кто этим занимался, если сейчас сборная и в основном ваши ученицы? Да, значит, я не была хорошим учителем. А кто был против вас? То есть это федерация, или кто эти? Да, да, федерация. Но знаете, наверное, это нормально. Человек надоедает своими успехами. Есть кое-что еще, что будет интересно зрителям и спорту. Может быть, за 10 лет до этого в разговоре Ванга, наша пророчица, сказала, «Нешка, ты будешь тренером 25 лет». И я сразу посчитала, в 2000 году будет Олимпиада. И подумала, нет-нет, этого не может быть. Но произошло. То есть хочу сказать, что в спорте, помимо таланта и помимо большого труда, нужно немножко удачи. И это не суеверие. Я все-таки задам этот вопрос на камеру. Спрашивали ли вы у Ванги про результаты соревнований, про своих гимнасток? Нет, никогда. Многие люди нуждались в ней, те, у которых были болезни, несчастья. Так что я не спрашивала у нее, что произойдет на соревновании. Но иногда перед соревнованием я ходила к ней и спрашивала, точнее, говорила, а не спрашивала. Ты знаешь, что мы много трудились, что мы не обманывали в нашей работе. Что еще я могу сделать? Иногда она говорила, сшей детям купальники цвета неба. Или, например, держала в руках один из предметов. Она всегда их держала. Я помню, как она держала ленту и сказала, дай ее первой, здесь много силы. Это интересно, потому что мы, люди, очень мало знаем, а думаем, что знаем много. Поэтому, когда я вижу, что происходит не только в спорте, но и в политике, и в мировом масштабе, всегда вспоминаю ее слова. Она говорила, будьте осторожны в своих желаниях, потому что за все нужно платить. И за него нужно платить. У меня привычка из-за нее прослеживать жизнь некоторых людей. И вижу, как много они платят. И думаю, почему они не понимают. Так во всех областях. Так что пусть люди, которые думают, что поднялись до уровня Бога, знают, что падение очень неприятно. Чем сейчас вы занимаетесь? И мы поняли, что за гимнастикой сильно не следите. Но анализируйте, почему Россия опережает Болгарию. Ради удовольствия. В действительности, после того, как моя федерация определила как самую большую ошибку то, что до Олимпийских игр Невиана Владинова и Катрин Тасева тренировались у меня, а не централизованно, и запретили им работать со мной, я ушла. Не совсем, но ушла. Когда началась эта пандемия, я уехала в деревню, где у меня дача. Большой двор со множеством цветов. И появились щенята, котята, которые родились там. И теперь я осталась в деревне, потому что мне там искренне нравится, правда. Тишина, отсутствие людей. Очень странно. Я думала, что я общительный человек. Очевидно, я плохо себя знаю. Мне нравится общение с животными, с природой, с собой. И уже чуть больше года я живу в деревне. Время от времени захожу в интернет. У меня друзья. И просто каким-то образом мир отошел от меня, потому что я не подошла к нему. Недавно мы нашли семь щенят. Они были еще слепы. Я их кормила соской. Им уже 40 дней. И они смотрят на меня. А я смотрю, как животное общается с человеком, и как у каждого из них свой характер, свои проявления. Один подхалим, другой обжор, эгоист. Третий готов все отдать. Четвертый худенький. А затем ассоциация забирает всех и отправляет в приемные семьи. В Германию, в Австрию. И люди радуются. Недавно я получила из Германии похвалу за то, что я очень хорошо воспитала этого щенка. Мне очень интересно. Потому что это нечто новое. Сторона жизни, которую я не знала. Этим занимаюсь. Время от времени пишу что-то на Фейсбук. Пишу то, что думаю. И все вскакивают против меня, или, по крайней мере, большая часть. И я задаю себе вопрос. Что хотят люди, когда говорят мне? Скажите ваше мнение. Услышать мое мнение, или услышать то, что им нравится. И тогда я умолкаю. Иногда, когда разозлюсь, опять напишу что-то. Зато все щенята слушаются меня. И я очень серьезно разговариваю с ними. И говорю, ты меня понимаешь? Или с кошкой? И они понимают. В отличие от людей, они все понимают. Если говорить о современной болгарской гимнастике, тренеры сборной Болгарии, почти все ваши ученицы. Можно так сказать. Но Баряне Калейн нет. Я даже не могу вспомнить, где работал этот тренер, но она очень дисциплинирована. Поэтому Баряне повезло. Как веселье. Она была в группе, с которой я работала. Она очень талантливая, сильна. Советы спрашивают ваши ученицы? Или уже? Не могу вспомнить такой случай. А если спросят, поможете? Самое страшное то, что я помогаю даже тогда, когда меня не просят. Этого никогда не следует делать. Вы чувствуете, что вы еще можете в гимнастике что-то помочь? Ну вот дать. Конечно могу. Есть вещи, которые даны человеку. То, что я умею делать, оно мне дано. Я всегда чувствовала себя обязанной делиться этим. Я делаю это всегда с радостью. Но думаю, что никому не нужны бабушки и дедушки. К сожалению, что я вижу? У многих молодых людей, причем не лишенных таланта, мышление стариков, но без их мудрости. Может, в какой-то параллельной вселенной представить, что вы вернетесь в гимнастику? Не верится. Теперь я уже не хочу. Верно то, что я могу составить упражнения, подобрать музыку. Но рядом со мной должен стоять человек, как, например, была Камелия Дунавска, у которой такое же мышление, как у меня. Она может так построить то, что я сделала, что в конце я спрошу, а это я делала или ты? Но это встречается очень редко. Вот, например, в Москве. Огромная школа. Много детей идет туда. Для них создаются упражнения. И они уходят. Я знаю, что тренер задумал что-то, но ребенок не запомнил это. Или у тренера должно быть время, чтобы вложить и мысль, и идею, а на это уходят годы. Для меня не проблема делать постановки, и чтобы платили мне много за это. Но это будут не мои упражнения. Если я не работаю над ними. С вами можно разговаривать бесконечно. И это большое счастье, что этот разговор состоялся, мне кажется, для нас, как для проекта разговоров о гимнастике, лично меня как тренера. И, наверное, не побоюсь этого слова, для мировой художественной гимнастики, чтобы поговорить с вами о гимнастике. Но еще у нас есть блиц. Это короткий вопрос. Но оставим один вопрос именно для вас. Короткий вопрос и короткий ответ. Гимнастика это? Для кого? Для вас? Была жизнь. Была моей жизнью. Я думаю, это надо будет оставить. Когда я занималась гимнастикой, она была моей жизнью. Тогда я все-таки задам. А гимнастика для гимнасток? Я не могу отвечать. Для других. Я могу сказать, что мне правда, я благодарю всех людей, которые помогли состояться этому разговору. Когда мы только начинали проект разговора о гимнастике, мы даже не могли подумать, что у нас будут такие люди. Когда я вчера готовилась, искала информацию, когда узнавала о вас новое и новое, думаю, правда, и я до конца не верила, когда вы сегодня пришли, когда приехала, да, вы здесь. Правда, нам очень сильно повезло, что мы поговорили с вами о гимнастике. Огромное вам спасибо. Я тоже благодарю вас и прошу передать мой привет коллегам, друзьям и верю, что именно Ирина сможет изменить ситуацию. Это и есть ее миссия.